Начинаем нашу прогулку с площади Венеция. Это фонтан-шишка. Многие из вас, кто был в Риме и в музеях Ватикана, сразу, наверное, вспомнили про огромную бронзовую шишку, которая стоит в одноименном дворике. Эта шишка самая большая в мире, ведь ее высота 4 метра. Первоначально шишка стояла в храме Исиды, который был построен до нашей эры, а находился он именно в этом районе, где начинается наша прогулка. Несколько веков спустя бронзовую шишку перенесли в базилику Святого Петра, где она находилась во дворике и служила фонтаном. Фонтан был сложной конструкцией. Из-под каждой чешуйки вытекала струйка воды. И сейчас фонтанчик-шишка питьевой. Но конструкция намного проще и шишка намного меньше. Во время строительства новой базилики бронзовую шишку перенесли во дворик музеев Ватикана, где она до сих пор и стоит. Почему же именно форма шишки? Еще в древности врачи знали, что в центре нашего мозга есть крошечная железа, размером с горошину и формы сосновой шишки. Теперь мы знаем, что это эпифис или шишковидная железа. Пифагор, Платон и многие другие писали об этой железе. Ее называли вместилищем души. Шишка по-итальянски Пинья. Это не только фонтан, который напоминает нам, что здесь была найдена бронзовая шишка, но это еще и символ одноименного квартала. Квартал шишка богат достопримечательностями. Пантеон, церковь Санта-Мария Сопра Минерва, Соник Бернини, Римский колледж, площадь Торре Арджентина, дворец Грациоли, остатки Баня Гриппы, дворец Венеция, говорящая статуя Мадам Лукреция и еще много других достопримечательностей. У этого района также была любопытная история. Где-то в 1023 году в этом районе было построено множество печей для переработки мрамора, из которого были построены античные постройки. Этот мрамор перерабатывали в известь, а известь потом добавляли в строительный материал для строительства уже новых зданий. Печи горели днем и ночью, наполняя воздух едким дымом. В средние века этот район был один из самых богатых мраморными памятниками, а таким образом уничтожался, сжигался в печах мрамор Древнего Рима. Уже в 20 веке после последних перестроек в этом районе площадь, где находились печи, назвали Пьяцца Дейкалькарари. Она находится рядом с Ларгу де Торре Арджентина. Хорошо, что не все сожгли, а постепенно отошли от этой переработки. И в наше время у нас есть возможность полюбоваться античным Римом. Так что к названию многих церквей в то время добавляли слово Калькарарио, потому что они были построены из строительного материала, в который был добавлен измельченный мрамор Древнего Рима. Если на моем пути встречается книжный магазин Ла Фильтринелли, то я обязательно захожу. Моя любимая тема – история и искусство. Посмотрите, какая великолепная книга о Сикстинской капелле. Здесь в деталях все описано про работу Микеланджело. Фотографии просто великолепные. Цена этой книги 50 евро, но она этого стоит. Потом ко мне подошли и сказали, что снимать нельзя. А жаль. Много из тех достопримечательностей, что есть в квартале Шишка, я вам уже показывала в своих видео. Поднявшись на белоснежный комплекс Витториано, открывается прекрасный вид на Рим. Вот виднеется церковь Святого Марка. Она была основана в IV веке. Как-нибудь и туда зайдем. Но сейчас я хотела бы вам показать именно вот эту лоджию, которая была пристроена к фасаду церкви позже, при Папе Павле II. Травертин для строительства был взят с Колизея. И Колизею в свое время досталось. Мрамор сжигали, а блоки травертина использовали для строительства дворцов. А теперь посмотрите. Церковь Святого Марка вплотную пристроена к еще одному зданию. Это дворец Венеция. В честь с него и была названа площадь Венеция. Строительство его было начато еще кардиналом Пьетру Барбу. Позже он стал папой римским Павлом II. Переезжать он никуда не захотел. Так этот дворец стал резиденцией папы римского. А родился Павел II, как вы уже догадались, в Венеции. Так в Риме появились дворец Венеция и площадь Венеция. Есть прекрасный внутренний дворик у этого дворца, но из-за чрезвычайного положения в Риме много ограничений. И сейчас на время дворик закрыт для посещения. Папа Павел II. Какой он был? Когда папу избрали, он должен был выбрать себе имя. Так вот, Пьетру Барбу выбрал сначала себе имя Формоз II, что означало «красивый». Но его отговорили, и он выбрал имя Павел II. Этот папа частенько появлялся на публике подрумяниной, очень любил драгоценности, любил наряжаться и красоваться. Тиара – это папский головной убор. Так вот, папа Павел II украсил свою тиару алмазами, сапфирами и другими драгоценными камнями. Еще этого папу называли «наша госпожа милосердная». А все потому, что когда он молился, частенько на его глазах появлялись слезы. Историки предполагают, почему его так называли. А все потому, что он постоянно переодевался, наряжался, украшал свои вещи драгоценностями. В нем не было ничего мужского. А также он очень любил внимание мужчин. Павел II умер в результате сердечного приступа. Многие поговаривали, что это произошло во время любовных утех. Его понтификат был одним из самых мирных в Риме. Он любил развлекаться и развлекал народ. Любил скачки, карнавалы, различные шествия. Именно на улице Корсу и проходили эти мероприятия. А папа Павел II наблюдал за всем этим со своего дворца или с колокольни. У стены рядом с палаццо Венеция находится большой бюст. Его трудно не заметить. Итальянцы называют его мадам Лукреция. Опять же, историки предполагают, что этот трехметровый бюст богиня Исида или ее жрица. Этот бюст нашли также в храме Исиды. Именно узел, который находится на платье на уровне груди, был отличительным признаком богини Исиды и ее жриц. Но почему же тогда назвали мадам Лукреция, спросите вы? Это имя было дано много веков спустя, но это уже другая история. Кардинал Пьетру Барбо, будущий папа Павел II, подарил этот бюст Лукреции Доланье, фаворитке короля Неаполя Альфонсо V, которая после смерти короля переехала из Неаполя в Рим и поселилась рядом с церковью Святого Марка. Так и стали называть этот бюст мадам Лукреция. Мадам Лукреция относится к говорящим статуям Рима. О них я тоже вам рассказывала уже не раз. Обычно на говорящие статуи вешали анонимные высказывания, недовольство народа, сатирические стишки, а про мадам Лукрецию частенько говорили, что она очень астранный язык. Но чтобы запомнить мадам Лукрецию, давайте расскажу вам несколько историй. Была такая история с папой Григорием XIV. Он очень болел, решил уединиться и переехал в палацу Венеция. Дворец со всех сторон огородили глухим и высоким забором, чтобы шум не мешал папе отдыхать. Но папа так и не поправился и вскоре умер. Наутро на говорящей статуе мадам Лукреция уже висела записка «Смерть нашла калитку». И еще одна история. Когда в 1799 году войска Наполеона вошли в город и установили свои порядки, то римляне опрокинули мадам Лукрецию и на спине бюста написали «Видеть этого больше не могу». Так получилось, что по всему району Шишка расставлены фрагменты скульптур, найденные в храме Исиды. Храм Исиды был построен в 43 году до н.э. и посвящен богине Исиде и ее супругу. Это был великолепный храм с большими залами. Колонны и статуи украшали этот храм. Обелиски из красного и розового гранита стояли у входа. Позже эти обелиски были найдены по частям и использованы в украшении города в средние века. Например, обелиск Санта-Мария Сопра Минерва, который находится на Слонике, обелиск на площади Ротондо у Пантеона. До сих пор остатки храма находятся приблизительно между церквями Санта-Мария Сопра Минерва и Санта-Стефано-дель-Какко. И все это под домами ниже уровня дорог 5-8 метров. И неудивительно, что при каких-либо ремонтных работах находят новые статуи. Сколько всего интересного находится еще под землей. Египетский культ богини Исиды, богини земли и плодородия, пришел в Рим в начале I века до н.э. Даже была установлена ее статуя на Капитолийском холме, но она простояла недолго. По указу Сената ее снесли. Но зато был построен храм. Согласно древним легендам, Исида была дочь бога земли и богини неба. Она вышла замуж за брата-близнеца Осириса, который вскоре был убит младшим братом Сетом. Исида решает вернуть его к жизни, собрав части его тела, разбросанные братом по Египту. Ей удалось оживить Осириса, и тот стал богом возрождения из-за гробного мира. В момент воскрешения супруга Исида обратилась птицу-хат, и теперь мы часто видим ее изображение в виде женщины с крыльями. В храме Исиды кошки спокойно гуляли как внутри, так и в садах. И даже было несколько статуй кошек. Под церковью Санто-Стефано дель Какко была найдена небольшая статуя кошки, которой все еще можно любоваться на карнизе Палаццо Грациоли на Виа дель Лагатта на улице кошки. Существует легенда, что кошка смотрит туда, где когда-то было спрятано сокровище. И молодежь любит приходить сюда. Но влюбленные парочки останавливаются под карнизом, где сидит кошка, и целуются для укрепления своей любви. И такие есть приметы в Риме. Про любовь римлян кошкам нужно рассказывать отдельно. Например, некоторые подразделения римской армии имели на счетах кошек. А женщины окружали себя пушистыми животными, меняя им постоянно драгоценные ожерелья. С Виа дель Лагатта мы выходим на пьяцу Дель Калледжо Романо. Название площади и учебного заведения осталось, а вот самого учебного заведения уже нет. Так называлось самое первое большое учебное заведение ордена иезуитов. Помните, что рядом находится храм иезуитов, в который мы с вами заходили в прошлый раз и любовались, как опускалась картина и появлялась посеребряная статуя святого Игнатия. И сегодня еще туда вернемся. Но покажу уже другое тайное место. Колледж был основан основателем ордена иезуитов Игнатием Лайоллой. Это была бесплатная школа грамматики. После объединения Италии эта школа была конфискована у Ватикана и теперь является государственной собственностью. Сейчас здесь находится римский государственный лицей. На противоположной стороне Игнатием Лайоллой был построен дом с церковью Святой Марты. Здесь спасались женщины от своих мужей, которые распускали руки. После смерти основателя дом стал монастырем. Во время наполеоновских нашествий церковь стала масонской ложей, затем военным складом и даже было время, когда там занимались спортом. Но перед этим было вынесено все религиозное убранство. В настоящее время здесь проводят выставки. Здесь же на площади находится дворец Дория Памфили. Сейчас я про него рассказывать ничего не буду. Скажу только одно, что там до сих пор проживают потомки этой семьи. Но дворец открыт для посещения. Купив билет, можно попасть в настоящий дворец с великолепной и богатейшей картинной галереей. Огромная ступня, от которой получила свое название улица в этом районе Виа-де-Мармо, была найдена тоже здесь. Предполагают, что это тоже из храма Исиды. Но кому принадлежала ступня, так и не выяснили. Сейчас она находится на пересечении улицы Виа-де-Санто-Стефано-дель-Какко. Церковь Святого Стефана – это церковь IX века. С этой церковью связана трагическая история, которая произошла в XVII веке. Совсем еще молоденькая девочка Урсула была сосватана против своей воли за нелюбимого человека. Но ее сердце уже было занято. Перед свадьбой Урсула решила провести ночь с любимым. Об этом как-то узнали, и у входа в спальню юноша ожидал вооруженный стражник. Началась борьба, в которой погибла Урсула. Ее похороны проходили в день свадьбы, на которые пришло очень много народу. Все обсуждали историю ее смерти. Но самое страшное, что через несколько дней после похорон тело было изъято и обследовано на предмет ее девственности. На вея де Санто Стефано Дель Како находится фонтан, состоящий из мраморного саркофага. Украшен летящими ангелочками и головой медузы. Его легко не заметить, так как он всегда закрыт машинами. За красивым портиком с надписью Филиппо Берарди находится замечательный дворик, куда можно зайти. Ох уж эти итальянские дворики, как же много порой они скрывают интересного. Хотелось бы, конечно, как-нибудь собрать в одно видео самые красивые дворики Рима. Рима Палаццо Франджи Паны Легенда гласит, что Флавио Аничо торговец. Он во время голода и наводнения 717 года плавал по улицам Рима, предлагая свой товар. Но если видел, что люди нуждались в помощи и были голодными, предлагал отломить хлеб, крича «Франджи, но без паны!». Из этой легенды родился фирменный герб, на котором можно увидеть двух львов с хлебом в лапах. Богатство семьи началось с торговли тканями, но вскоре они начали покупать земли, и в X веке они прочно обосновались в Риме. Несколько веков это здание было дворцом, а сейчас это обычный многоквартирный дом. Семья Франджи Паны была одной из самых влиятельных в Риме между 12 и 14 столетиям и была известна главным образом тем, что превратили Колизей в семейную крепость. Тут тоже очень интересная история, но об этом как-нибудь в следующий раз. В районе Шишка есть площадь Шишка, на которой есть ресторан, бар, магазин, церковь, и в каждом из их названий есть слово «Шишка». Ведь они находятся в районе Шишка и на площади Шишка. Музыка. 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 Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Я вернулась к храму иезуитов, чтобы показать вам еще одну тайную дверь, куда надо обязательно зайти. Справа от храма находится дверь, куда зайти могут все желающие. Вот я уже и в самом сердце ордена. Иду в комнаты, где жил основатель ордена, святой Игнатий Лайолла. Посетить дом святого Игнатия Лайоллы можно с понедельника по пятницу с 16 до 18. В это видео я вставлю небольшой кусочек. Мне все-таки хочется подробнее вам рассказать о иезуитах, и я подготовлю отдельное видео о храме и ордене. История очень захватывающая и интересная. Сейчас мы находимся в коридоре, который расписал художник Андрея Поццо. Это настоящее путешествие в трехмерном пространстве. Так выглядела 3D в 17 веке. Есть одна точка на полу, куда надо встать, чтобы соединилась картинка. А это комнаты, где жил основатель ордена, святой Игнатий. Продолжение рассказа об этом ордене обязательно будет. Внутри церкви Сан-Марчелло-Аль-Корсо на улице Корсо находится древнее и почитаемое деревянное распятие, которое ученые считают самым религиозным в Риме. Оно пережило пожар и спасло Рим от чумы. Когда весной 2020 года мы все сидели дома на карантине, папа Франциск проходил по улице Корсо пешком, как будто во время паломничества. Он дошел до этой церкви по молитве о распятии, которое в 1522 году проносили по Риму, чтобы положить конец великой чуме. Вот и в этом году папа Франциск приходил в эту церковь, а потом на время деревянное распятие было перенесено в Ватикан, в собор Святого Петра, где папа один в пустой базилике проводил воскресные службы. Своей молитвой папа призывал положить конец пандемии, которая поразила Италию и весь мир. На этом, дорогие друзья, я буду прощаться с вами. Хочется надеяться, что и в этом видео вы узнали что-то новое о Риме. Мы сегодня прогулялись по району Шишка, который богат своей историей и легендами. Ведь с их помощью памятники и здания оживают. А сейчас я направляюсь домой и наслаждаюсь уже другим районом Вечного Города. До новых видео, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok